Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня понедельник, как вы видите, освещение у нас, так сказать, в студии, в натуральной меняется, у нас облачность, и если раньше я всё время говорила, как жарко, теперь, видите, да, шаль. Кстати, эту шаль прекрасную, красивую мне подарила моя сестра Ирина на день моего рождения, и вот случайно так она угадала, да, мои любимые, прелюбимые огурцы, цветы кашемира, поэтому я сегодня вот так вырядилась, так. Итак, у нас сегодня Луна Ди, 17 занятие, и мы говорим о Луне. Мы говорим о том времени, когда Луна царствует на планете Земля, и это ночь. Соответственно, я думаю, что пришло время разобрать очень важный аспект. Если в предыдущем занятии о Луне мы говорили, как спать, да, то сегодня у нас Луна, сон и комната, помещение, в котором мы спим. Всё это очень важно, и да, остаётся, спать или не спать, вот в чём вопрос. Но основной вопрос, который сегодня буду я обсуждать, это с кем спать, так, и где спать. И вот следующий слайд у нас. Здесь он и она, кошечки. О чём говорят кошечки? Кошечки всегда и представители, наши братья меньшие, домашние животные, которые видят тонкий мир, которые в нём существуют, так? И если кошечка хорошо, приятно себя чувствует, значит, всё спокойно. И вот обратите внимание, женщина, девушка, она читает книгу, её партнёр в гаджете. О чём мы говорили в предыдущем занятии, что даже если у вас стоит тёмная тема на гаджете, не рекомендуется на ночь смотреть туда. Рекомендуется хотя бы за час, за два часа в оптимале уже делать детокс от гаджетов и от них отказываться. Да, лучше взять и почитать книгу. Пообщаться, поговорить, обсудить свой день, учиться быть в диалоге, учиться быть полноценной парой. Почему говорю об этом? Потому что, если мы ранее в занятиях обсуждали, кто есть я, человек, так? Когда говорили о солнечной системе, о тех энергиях, которые нам дают звёзды через планеты, как ретранслирует нам та или иная планета энергию звёзд, то пришло уже время говорить не только первая ступень развития человека, эго, я, самость, но говорить о паре, о союзе, где он и она дополняют друг друга. Я всё время вам показываю это, да, единое начало бытия, потому что и планеты Земля, и Солнце, и Луна – всё это логос, отец, кот, программа, проект. Так, мать – это та структура, которая может быть многомерная сущность, которая может находиться в спящем состоянии, но благодаря коду она пробуждается, и, согласно проекту, материя начинает созидать, создавать, расти, изменять свою качественную, количественную и структурную явленность. Кстати, хочу сказать, что, наверное, опять же тоже пришло время. По средам я буду записывать занятия уже не планетарного масштаба, а «Мудро-21». И вот в эту среду я хочу записать уже, так как я вам говорила, я собираю мудрые жизни, да, с различных источников. Различные люди писали книги, лекции, семинары. И поэтому вот первая тема в среду – это будет именно о том, что такое год Вселенной, день Вселенной, как те или иные учения смотрят на это. Потому что мы знаем, что интернет у нас появился совсем недавно, и совсем недавно мы стали объединять наши знания, и у нас знания без границ. И даже благодаря переводчикам мы можем прочитать любую книгу. Но вот, например, Елена Петровна Блаватская писала по станцам книги «Дзиан». Так, она находилась в Шамбале, в Гималах, и с учителями, мастерс, да, по-английски. Она переводила и писала, кстати, тайную доктрину на английском языке. И уже Елена Ивановна Рерих поручила своей коллеге, подруге, и сама тоже принимала участие в переводе на язык русский. Но когда это было? Это было в девятнадцатом веке. Так, соответственно, «Семь великих тайн космоса», книга, о которой я вам постоянно говорю, тоже это синтез в простой форме знаний, и мы будем разбирать. Но мне нравится всегда смотреть с разных сторон, поэтому тоже «Космогенесис» Макса Генделя, и, может быть, даже то, что к нам дошло через индийскую литературу, мифологическо-историческую, да, славянскую, тоже будем смотреть. Мы не говорим о том, что всё, что мы читаем, это есть истина в последней инстанции. Мы изучаем всё с разных сторон и будем писать свою картину мира. Каждый из нас, из вас пропускает через сито своего здравомыслия, понимания, интуиции, да, если готов снять шоры, когда нас пугали-пугали всем, вот, и посмотреть на мир, как прекрасно мироздание. Вот в среду, наверное, будем об этом уже и говорить. Так вот, напоминаю нам, что человек – это многомерная сущность, и если мы говорим о телах человека, то их семь. Три тонких, низших, одно физическое – это как у нас в матрёшке видимое, остальных матрёшек внутри мы не видим, так, и, соответственно, я вам говорила, это как восьмёрка, так. Сейчас я запишу матрёшку, еще сюда ставлю. Вот, это как восьмёрка, когда три тонких тела, они горизонтально, я так их изображаю, да, потому что они, скажем, распластаны по земле и связаны с мирами низшими. Физика, да, вот в этой восьмёрочке центральная точка. И дальше три высших тела, которые по вибрациям не могут находиться здесь, и эти тела – это наш вечный странник, божественная монада, которая в нас, в теле человека, проходит свой опыт. Но эта монада, она индивидуальна, так, то есть она уже отделилась от творца и через неё имеет прямой канал общения со своим создателем, так. Это как вот у нас есть сервер, компьютер, ротор, а Wi-Fi в гаджете мы это видим. Плюс-минус также эта невидимая система тоже работает и активизирована. Почему я вам напоминаю, что у нас есть энергетический двойник, да, это то тело, которое со всеми нашими органами, клеточками ночью работает, взаимодействует, и есть астральное тело, эфирное также оно называется. Это то тело, которое к нам пришло с матушки, отец и мать. Я раньше называла бабушка, давайте так, бабушка, дедушка, луна, так, потому что луна – это отец матери Земли, ну или мать, да. Вот, и у нас отдельная будет передача на эту тему занятия именно по космогенессису. Как это? Согласно книге Диан, согласно семьи великих тайн космоса, Николай Константинович Рерих тоже собирал эту информацию, и согласно космогенессиса Генделя мы будем смотреть, что одни говорят, что другие, что третьи, как это может быть. Потому что, вот смотрите, нам говорят о том, что, я же смотрю по планетам, да, Земле 4,5 миллиарда лет, Сатурну 4,5 миллиарда лет, Солнцу 4,5 миллиарда лет. Не верю. Вот, от слова совсем. Я считаю, что да, так как мы, у нас ученые, могли проанализировать, Земле, ту, которую они берут, да, 4,5 миллиарда лет, но у нас же материки все время двигались, водные структуры тоже двигались, вулканические все формирования, и по сути, ну, об этом, ладно, окей, будем говорить в среду. Сегодня мы будем говорить о Луне. И вот следующая у нас инфографика, я очень обрадовалась, когда ее увидела, вот здесь показывается, что такое астральное тело наше. Да, вот она, вода. Не одеялом покрыт этот человек, а водой, потому что Луна астрал, да? И вот, как бы через пуповину есть такое соединение с телом астральным, потому что астральное тело ночью, когда мы засыпаем, наши мозги выключаются, так мы должны подзаряжаться именно астральными энергиями. Но если они у вас высшие, то вы видите, можете видеть прекрасные райские сны. Если они у вас, вы злитесь, курите, употребляете алкоголь, мясо. Мясо тоже имеет вибрацию разложения, вибрацию смерти. И когда ваш желудок, мясо, зубы переживали, желудок переработал, взял там убогие килоджоули оттуда, потому что энергию солнца мы получаем напрямую. Мою в Сочи. Видите, я достаточно много получила. Так, если мы питаемся растительной пищей, то это чистые вибрации. Ну, понятно, что сейчас там тоже всякие гормоны, всякие изменения. И мы знаем, что биопища стоит дороже, и лучше покупать фермерскую на рынке или вот в магазинах, которые специализированы фермерские. И мы знаем, что там нет вот этого вот всего ужас-ужас-ужас, да, этой химозы. И тогда там составляющая по килоджоулям больше. А коровка или барашек, или курочка, которая съела что-то растительное, она вам передаёт уже минимум килоджоульных полезных веществ. Но по таблице Менделеева там тоже есть свой состав. Но когда мы говорим о мироздании, мы не можем говорить о мирах тонких невидимых, как мы не можем говорить, когда мы говорим о карме, о не говорить, о реинкарнации. Соответственно, 12 метров у нас кишечник. Там лежит вот этот разлагающийся труп животных. И вибрации, эманации этих животных, естественно, в вашем втором энергетическом двойнике, в астральном теле, тоже они все взаимосвязаны. Есть ещё такое химическое понятие, называется яд-империл. Но по сути империл – это газообразная тонкоматериальная субстанция. Когда вы, опять же, материтесь, курите траву или ещё там что-то, вырабатывается яд-империл, и им очень прекрасно все невидимые сущности тонкого мира питаются. И, соответственно, у вас там проходной двор, да, когда вы спите, какие-то ужасные сны, всё, потому что они там тусят, они устраивают. Почему моё слово, да, эго-пляски, фраза вот эта, ассоциативно я её выбрала, потому что, да, я так вижу ниши, мир, которые издеваются над нами, делают всё, что хотят. И вот здесь следующий слайд я показываю. Да, спит он и она. В комнате темно, ночь. Кто вокруг? В какой атмосфере они заснули? И вот я вот тут увидела прям в фиолетовом, ты же дизайнер интерьеров, и составила вот такую классную композицию. Ребят, так оно и есть. Поэтому я, когда работаю с людьми, я рекомендую диффузоры с аромамаслами, лаванда. Это трава, ну, как бы растительный мир, да, высоковибрационный, мята, в сущности ненавидят мяту. Моё знакомство, кстати, с аромамаслами эфирными началось после того, как я услышала лекцию Алексея Михайловича Алфёрова, Ялтинское научно-философское общество «Мир через культуру». Как раз было о тонком мире, и он говорил, что вот запахи растительные, розы, мяты, да, это вот как раз тонкие эфирные тела растений, которые мы, люди, научились собирать. Вы помните, одно время было очень модно «Парфюмер» такое произведение. Вот, там вот как раз показано, что как можно собирать эфирное тело девственниц, также и это можно всё перевернуть и создать вот эту похоть страсти. Я помню, я когда прочитала эту книгу, я была в шоке. У меня такое было прям отторжение к этому. Вот, соответственно, вот здесь я вам уже опять ещё раз показываю, что вот на ночь, да, он и она, оба с гаджетами, и, да, у них они безликие. Почему? Потому что люди, которые свою божественную энергию сливают, это практически как, ну вот стадо баранов, да, только в тонкоматериальном мире. То есть вы свою божественность, волеизъявление человека, я есмь человек, я выбираю то или иное, у вас этого нет, у вас это стёрто, оно спит, да, поэтому необходимо обязательно пробуждение этого. И если вы поссорились, поругались в комнате, то вот это, этот негатив, он в комнате активен. И я вот вам прям показываю, да, развод, иконка, вот они поругались, такие, козёл, блин, сучка драная, такая, сякая, ненавижу. Как вы думаете, кто тусит там в вашем помещении? Конечно же, сущности в лучшем случае привидения, а там могут быть и такие поактивнее, да, лярвочки и всё остальное. Вот, и вот я тоже нашла такой этот мексиканский, такой черепулька, да, такой довольно счастливый, говорит, давайте ругайтесь, мы тут покайфуем. Вот такой вроде бы улыбашечка, да, но по-любому это распад. Любая энергия, я вам говорила, даже 0,000001 с минусом это негатив. Подобное притягивает, подобное притягивается, негатив. И когда мы поговорили о паре, давайте уже поговорим о том, о том, когда это становится триада бытия, когда отец, мать и дитя. Я вот нашла такую классную иконку, как раз родились близнецы, папа держит одного ребенка, мама другого, там немножко мелко, но я вам рассказываю, как это. Вот они родились близнецы, и вы знаете, я имела такую недавно прекрасную возможность, жизнь мне показала, я делала партитуру солнечной системы и сольфеджо жизни моей подруги, и она близнец. Она близнец, у нее есть сестра. Но когда я и делала эту партитуру сольфеджо, я видела и понимала, что люди, которые родились даже с разницей в пять минут, у них одинаковая, идентичная, полностью натальная карта, но у них разная судьба. Почему? Потому что у них разная монада, и поэтому возможно, я не исключила возможность и сказала об этом своей подруге, я говорю, я не исключаю такую возможность, что вы были врагами в предыдущем воплощении. И милосердное мироздание, что она делает? Она вам организовывает одно луно матери, чтобы чтобы вы настолько сгармонизировались за эти месяцы, пока вы растете в животике у мамы, опять же, по луне плодородия. Мы говорили с вами, что примерно в шестнадцатую неделю с биением сердца заходит душа человека, пока маленького, и он растет. Соответственно, эти две девочки родились, и у них прекрасные отношения, несмотря на то, что они совершенно разные, у них полное принятие. Мои аплодисменты, и мироздание также говорит, девчонки молодцы, вы отличницы. То, что вы могли бы очень медленно, медленно проходить из воплощения в воплощение, так, вы были врагами, вот у меня в книге он и она три близнеца. Так происходит, когда зачатие три души выбирают этих родителей. И если два мальчик и девочка Ники и Эллен выбирают они до, скажем, данного воплощения были муж и жена, и у них канат огромный канат не только любви, но и общих интересов, так, то третий врывается, скажем, их антагонист, человек, который из воплощения воплощение был врагом и в последнем воплощении он был Феликс Эдмундович Дзержинский, сердце которого остановилось в двадцать шестом году, когда Николай и Елена Рерих сидели в его приемной и он хотел их арестовать, так, но Коль он врывается в рецепшн, на рецепшн, к владыкам кармы, до этого, кстати, вот в последнем воплощении его, он был моделью и он погибает, почему все многогранно, с одной стороны, ему надо было вот это вот КГБ да, вот это чекистское прошлое нивелировать, и он стал моделью, с другой стороны, так его душа выбрала, чтобы ему подгадать и все-таки зайти и пройти первую жизнь по высшему аспекту бытия, и нарушая все законы на высоких вибрациях, когда это я вот прямо сейчас придумываю, потому что книга «Семья», где это будет подробнее описано, а 1.2 только в стадии написания, и вот, и он врывается, это я в книге он и напишу, но почему вот эта авария происходит, да, там, на Феррари у этой модели, так, потому что у нее там под определенными «М» был ее бойфренд, который за рулем, и все, и вот так пространство делает, и такой узенький коридорчик оставляет, это милосердное мироздание, и он такой чучих, и забегает, и там на рецепшене все-таки откуда он такой «Пожалуйста, возьмите меня с собой, я хочу быть третьим близнецом», и все такое, все такое. Так вот, быть близнецами, иметь общую натальную карту не значит иметь судьбу так единую, потому что божественная монада, каждая из них проходила свой путь, так. И вот смотрите, что получается, что люди, которые живут на низких вибрациях, в мозгах, у которых живут сущности, свою божественную энергию, они не осознают, не знают, не понимают, сливают в гаджеты, в бизнес, в ругань, да, в негатив, в обиды, в ношение травм, говномешки, мы про них говорили, вот, эти люди низковибрационные живут по судьбе, согласно энергии, ничего они выбирать не могут, и только люди, которые перешли уже в высший аспект бытия, открыли свою четвертую чакру, да, солнечное сплетение, имеют божественное соединение с божественным каналом, там начинается волшебство, и поэтому вот над мудро 21 я вот вам показываю сферу, сферу вашего влияния, да, внутри ты человек, и вот эта сфера, и я вам буду все время теперь показывать сущности, да, и материальное наше тело, и вот эти все эмоции низкие, которые мы носим в говном мешках, из прошлых воплощений то же самое, либо мы выбираем, чистим ауру, работаем с чакрами, через знание, через понимание создаем свою вот эту сферу деятельности, да, я вам рассказывала, что когда я в лифт захожу, там очень любят сущности гнездиться, если я раньше ставила тоже себе сферу защиту, то у меня сегодня настолько прокачано поле, что им некомфортно, в нем они даже не приближаются, с одной стороны, с другой стороны, перед тем, как вот работать, я сегодня тоже создала сферу 14 метров диаметром, ее почистила, так, трансмутировала негативные энергии, попросила сущности ее покинуть, трансмутировала и соответственно наполнила божественным светом, и теперь с вами разговариваю, то же самое мы можем делать на ночь, в конце занятия, я вам покажу, как это делаю я, я уже об этом рассказывала, время проходит, надо освежать, плюс у нас новые подписчики, которым я рекомендую возвращаться на первые занятия, там у меня немножко сумбура, потому что я мир познаю вместе с вами, и благодаря этим занятиям раскладываю все по моим девьим полочкам, поэтому необходимо и мой авторский метод сам себе дирижет, и то, что я вот сделала демо-версию, приглашаю вас на партитуру с альфеджио вашей жизни, лучше не только натальная карта, необходимо пообщаться с человеком, я могу сделать, например, диагностику по девяти сферам жизни, для того, чтобы мне считать с вас информацию, иногда даже в одной фразе, в одном слове становится понятно проблематики человека, его боль, его травмы, я импат, я сама прошла все, как закаляла сталь, огонь, вода, медные трубы, поэтому я чувствую и знаю, как это, и с удовольствием вам помогу избавиться от травматического опыта для того, чтобы стать счастливым человеком на планете Земля и счастливой парой, и вот, значит, у нашей пары появились дети, что часто происходит, вот следующий слайд, дитя спит с родителями, тоже в предыдущих занятиях, которые мы с Ниной Хабмета вели, и которые находятся на дзене, Нина сказала прекрасную вещь, ломается иерархия семьи, с одной стороны, сегодня мы говорим о том, что происходит в, на тонком плане, так, говоря о жизни человека, видим мы это, мы все видим, на наших занятиях, мы говорим о тонком плане, соответственно, смотрите, что происходит, сексуальная энергия отца, сексуальная энергия матери, ребенок посередине, в лучшем случае, в худшем случае, они поругались, и ребенок, это как прокладка, да, для того, чтобы, блин, с этой дурой не хочу даже спать рядом, господа, ребенок, это не прокладка, ребенок, это божественное существо, венец мироздания, пока что в маленьком теле, он вас выбрал, чтобы наилучшим образом пройти опыт, да, чтобы вы его вырастили, и он стал тоже человеком большим, поэтому мои книги называются настольная книга для больших и маленьких человек, да, где человек ученик в веках, поэтому никогда не смотрите на размер тела, одна из моих наставниц, которая очень много со мной работала, была на много лет моложе меня, но это не значит, что курицу яйца не учат, каждый человек, тем более сейчас вот наши дети, да, кто в 21 веке родился, это очень высокого уровня сущности, существа, индивидуальности, которые, да, я вот вижу, с кем я работаю, девочки, очень через жесткие вещи проходят, но это прививка, потому что благодаря Гарри Поттеру нам раскрыли, да, что такое колдовство и магия, но нам также подсветили, что оно может быть светлым, а может быть темным, что выбираешь ты человек, наши мысли, конденсируется, энергия становится материальной, и поэтому нам необходимо это знать и понимать. И вот в утрированной форме, такой классный нашла фиолетовый, да, все время хочу сказать смайлик, инфографику, вектор, вот, и здесь, да, вот представьте, что может цениться этим родителям и в каком энергоинформационном поле находится тело ребенка. Любая манипуляция, да, даже когда вы кладете ребенка между собой спать, это всегда ноль запятая, ноль, 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 один, но минус, да, я занятия эти веду для того, чтобы самой учиться и вам подсвечивать, подсказывать, как это жить наилучшим образом. Еще бывают такие темы, у нас много мам-одиночек, мы говорили уже об этом, что, ну, наверное, отец должен был дать только жизнь, и эти две души индивидуальности должны пройти свой опыт, полюбить друг друга, сгармонизироваться, принять, потому что жертва в данном воплощении это агрессор в предыдущем и наоборот. И вот эти негативные энергии, говномешки, о которых я вам последние уже и в демоверсии рассказывала, и Сатурн в субботу вышло занятие, там мы говорим, соответственно, мама такая, да, не в духе, так скажем, вот, слова сами говорят за себя, мама не в духе, мама с эго-сущностями, вот, и он такой довольный, а-а-а-а, да, и этот, черепушка тоже такая довольная, потому что если у вас есть возможность иметь разные комнаты, пожалуйста, имейте их, об этом мы поговорим дальше. И вот здесь инфографика, как это, тут уже, видите, девушка не маленькая, наверное, лет тринадцать, может быть, четырнадцать, мама читает ей книгу, рядом спит кошечка. Вы помните, нам раньше ведь рассказывали сказки, нам родители на ночь читали, мы разговаривали. Давайте вернёмся к этому, к человеческому общению, когда ты человек в социуме растёшь, в социуме можешь держать свой уровень выше ватерлинии, потому что монахами во благо были либо единицы, как Сергий Радонежский, например, либо те люди, которых, наоборот, от общества из социума надо было убирать, либо это люди, которые настолько слабы, что они в обществе, те искушения, о которых мы говорили на Сатурне, не могут пережить, поэтому им надо кучковаться. Так, вместе мы сила, как мы говорили, веник не сломать, а по былинке всех можно один за одним, и плюс, естественно, у них там карма с той или иной религией. Вот, например, тибетские учения различные, буддизм, который не является религией, а является учением, индуизм, это всё-таки вот люди делятся на людей гор, да, где высокие вибрации, я вот тут смотрела видео, более шести тысяч высота, да, а Гималаев и Николай Константинович с Еленой Ивановной Рерих, она, извините меня, княгиня, внучатая племянница Кутузова, да, дух пришёл, но она же была и маленькой девочкой когда-то, и она садится на лошадей, вот этих вот диких-диких, мне, например, когда я только начала писать, основатель Рериховского общества в Швеции, Марина, она посоветовала, она говорит, тебе надо ехать в Калимпонго и писать прямо в доме, где после смерти Николая Константиновича и Елены Ивановны они переехали со Святославом в другой дом, но в другой населённый полк жила, и она говорит, и ты представляешь, что владельцами этих домов является итальянское Рериховское общество, с кем я уже была в контакте, естественно, с ними подружилась и всё. Так вот, девять, ой, шесть тысяч метров, да, у нас там люди ходят, у меня, кстати, знакомая одна ходила, знаете, на восхождение, многие там умирают и всё такое, всё такое, а люди там, Рерихи в экспедиции были годами, это потрясающе, поэтому, тибетцы и все, почему Шамбала наверху у нас находятся в горах, почему Уральские горы тоже и вот наш Урал, да, потому что там более разряженный воздух, там нет вибраций этих городов наших, и там у человека больше единения, человека и космоса, у нас Сибирь, конечно, тоже равнины, но есть люди гор и люди равнины. Так, и вот я вам показываю девочку, зовут её Мия, да, и вот она в своей комнате, и когда я работала с одной дамой, она психолог, которая, дочь, спала вместе с ними, я спросила, я говорю, а у вас есть комната детская? Она говорит, да, есть, но она уже привыкла, понимаете, сущности родителей привыкли уже сосать вот эту божественную детскую энергию, и, соответственно, энергии и девочки понижаются, и она тоже привыкла с родителями спать. Она говорит, а что же мне делать? Вот я тут нашла комнату Мии ночью, я говорю, надо изменить парадигму, надо изменить ситуацию. Я говорю, вот возьми, скажи, слушай, давай сделаем обновление, давай сделаем ремонт. Нет денег на ремонт? Пойдите вместе выберите постельное белье, выберите ночничок. Многие детки не спят, потому что они видят тонкий мир, им страшно, они говорят, мама, мама, мне страшно, да, у мамы нет навыка общения с тонким миром, как ребенка со сказкой, с доброй проводить, да, а не то, что ребенок там перед сном сидит в гаджетах или смотрит эти всякие спейнчбобы, там, и ужасные вот эти вот все мультики, вот, естественно, активизируются низковибрационные сущности в поле ребенка, в комнате ребенка, почему я рекомендую аромамасла, аромодиффузоры в детских ставить, вот у меня тоже есть подруга-клиентка, у нее дочь, по ее выбору живет содержателями, вот, но мы не можем, мы не экзорцизмом не занимаемся, с чего мы начали, диффузор, диффузор, ладан, мята, лаванда, и когда это накопительно накопится в энергоинформационном поле девушки, возможно, она выберет избавиться от этих сущностей, и мы, действительно, поможем, вот, поэтому я говорю о том, что ребенок должен спать вот так вот счастливо на облачках, витать во сне. Вот, следующий слайд, да, я показываю, что для того, чтобы была сфера, пространство, чистые, пусть ребенок сам выберет те или иные игрушки, сделайте ремонт, выбросьте все ненужное, вы, взрослые, можете осознанно чистить пространство, как я очищу лифт, в который захожу. Так, все эти PDF, я сделала, все они лежат у нас в Телеграм-канале, пожалуйста, заходите, кстати, сюда ссылку, ссылку пришлю, в комментарии, под занятием. И вот следующий слайд, вот здесь такой ангелочек, он играет на арфе, струнные инструменты, кстати, имеют одни из самых высоких вибраций, и они в пространстве оставляют след, да, с одной стороны, с другой стороны, фортепиано, это тоже струнный инструмент, так, потому что там струны натянуты, это мы на клавиши нажимаем, духовые инструменты, дух, они разрабатывают легкие человека, и данный звук, он в пространстве рассеивается, да, вот у нас в Телеграм-канале я опубликовала свою любимую оперу «Рассини Золушка» с русскими субтитрами, шикарный фильм, очень вам рекомендую, переходите на высокие вибрации, слушайте музыку, вот, например, там тоже общалась со своей ученицей, у неё сложноватая ситуация была, слышу, у неё Шопен играет в автомобиле, я говорю, Шопена, ты тоже слушаешь? У меня, когда сложная ситуация, я слушаю Шопена, когда такие активные, я слушаю Рахманинова, ну, ещё много, естественно, композиторов, которых я люблю, поэтому, помните, нам пели «Колыбельные», ставьте музыку, есть для деток, вот мы, когда будем вторую серию делать, наша настольная книга для больших и маленьких человек, это будет «Семь сказок», там для новорожденных деток, которые родились у Андрея, главного героя Марии, будут также диски, мы будем собирать, подбирать музыкальный ряд, вот, будем делать, у нас этих семь книг, одна это вот, которые родители с года до трёх сами читают, аудиокниги, музыкальный ряд, также потом будет с трёх до пяти, потому что в этом возрасте до семи лет у деток очень активно развивается всё, да, и там уже будут с трёх до пяти и азбука добра, и раскраски со сказками, где ребёнок картину мира, которую мы будем ему давать, будет раскрашивать свои цвета, и следующая уже с пяти до семи, вот так же в простой, ещё более простой форме о законах мироздания, чтобы человек маленький понимал, что он радуга, что он переливается всеми цветами мироздания, может, естественно, себя окрашивать и в тёмные цвета, что он божественное существо, у него существует свобода выбора, и поэтому с пяти до семи лет детки будут читать уже сказки сами. Далее, да, я здесь показываю, что лучше, если у вас есть кабинет отдельный, лучше зонировать, вот, кстати, ещё, когда жила на Рублёвке, передача была, телеканал домашний, по-моему, там женщина по фэншуи, мы, говорю, чем мы её пригласили, она по фэншуи разбирала мой дом, вот, и с одной стороны у меня было правильно, то, что у меня у сыновей была, с одной стороны, гостиная, где они играли, и вот это там всё, вардкрафт, и всё-всё-всё, а и была спальня, но у меня компьютеры всё равно стояли в спальне, ударник старшего сына стоял в спальне, это неправильно, а самое большое неправильное сегодня, когда я уже, скажем, на тыс, тонким миром, я понимаю, что это было совершенно два разных человека, и они не должны были спать в одной комнате, старший сын должен был спать в одной, а младший в другой, пространство, комната очень важны, отдельное помещение, очень важно самим научиться чистить эти помещения, пространство, детям дать навык этого тоже, подсвечивать им путь в мечты и сладкие сны, а не в ужастике, соответственно, иметь определенное расписание, знание, понимание, и быть не только парой, союз бытия, он и она, но свою миссию родителя, воспитателя, так, отца, божественное отцовство с большой буквы, и матери нести с достоинством по высшему аспекту бытия и жить наилучшим образом, тогда, когда вашему сыну или дочери будет 14 лет, если вы ту волну, которую вы можете попечительство их накрывать, у вас не произойдет травмы, потому что в 14 лет мы говорили о том, что у каждого человека созревает тело желаний, и ему надо это все пробовать, и если вы имеете перья, не в гармонии находитесь, не находитесь в диалоге, не подготовили человека, если он общается с темными постоянно, энергетики пьет, татуировки делает, я говорила, что да, нельзя винить только себя, у человека, у каждого даже 13 лет есть закон свободы, выбора и воли, но из-за Гарри Поттера нам это все показали, и правильно, хорошо, сейчас ребята многие проходят эту прививку за короткий срок, я делала это 50 лет, ребята делают это за год, за два, они опускаются на дно, отталкиваются и выходят, молодцы, вот, и поэтому я вам здесь вот показываю ангелов, и даю свою методику, которая у меня, вы знаете, была Ла Поста де Ле Анджели в Швейцарии, а моей наставницей была Фьора Бемпорату, которая в Риме была школа ангелов, и я это читаю на итальянском, на автомате, но я перевела на русский язык для вас и для моих учеников, я говорю так, ангел, охранителька, кармы и ангелы моей группы, потому что никто не говорит, что ангел один, так, и почему я не говорю по-русски привычно ангел-хранитель, потому что, как говорила одна из моих наставниц, ангел может вас и на расстрел привести, поэтому ангелы, они охранители кармы, они ваши секретари, но, если надо, секретарь вас приведет, на кармический узел, на кармическую ситуацию, и так как у каждого человека должно быть волеизъявление, я продолжаю, пожалуйста, защитите мое физическое тело в мое отсутствие, то есть, когда астральное тело выходит из физического, там пусто, святое место пустое не бывает, чтобы там какие-то одержатели туда не занырнули, вот я такое делаю волеизъявление, чтобы никто, кроме меня, не мог проникнуть в мое материальное тело, в мое отсутствие, я это называю поставить тело на сигнализацию, причем вы можете ставить только свое, вы не можете ставить тело мужа, потому что волеизъявление, но вы можете его научить, и можете научить ребенка своего, да, давай попросим ангелочка, чтобы он накрыл тебя своими крылышками, и чтобы твое тельце спало, наполнялось радужными энергиями, и чтобы твои сладкие, красивые сны унесли тебя на небо, там, где живут ангелы, архангелы, творец наш, наши бабушки, дедушки, которые любят тебя, и которые будут с тобой рады общаться, баловать тебя, играть с тобой, да, таким образом. Так, прошу также, это я уже недавно придумала, это уже на русском я делаю, прошу также сопровождать мое астральное тонкоматериальное тело в тонких мирах во время сна. Но опять же, вот у меня тут была одна моя ученица, которая предъявила претензию, что это такое, я так сказала, а мне ужасный сон приснился. я говорю, ну так это же ты, где твои вибрации, где твой интерес, если у тебя какая-то травма, обида на кого-то, эта обида, она наполняет твое астральное тело, и пошли, поехали. Поэтому надо полностью понимать, что все многогранно. Ваше волеизъявление не дает вам права на сто процентов, на триста шестьдесят градусов в этой сфере иметь божественную. Да? Если у вас есть говномешки, то там они тоже будут присутствовать. Поэтому освобождайтесь от говномешков и будет вам счастье. Так. И пусть все свершится наилучшим образом для всего мироздания. Но это я уже так как волеизъявления всегда так делаю, не только для себя, да? Когда раньше я говорила пусть ситуация сложится наилучшим образом, ну подразумевая для меня. Но сегодня так как эго, я уже сам себе дирижер, свое эго я отпускаю, поэтому я говорю то, что пусть все сложится наилучшим образом, для всех участников ситуации. Или я говорю творцу, да будет воля твоя, потому что для того, чтобы идти наилучшим образом по жизни, лучше всегда знать у творца на тебя, какие были планы, и им не сопротивляться. И тогда все будет складываться во благо. Соответственно, да, закон свободы выбора и воли изъявления каждого человека, но они не должны противоречить божественному. Они могут дополнять, да. Как, например, я стала дизайнером, благодаря этому я стала видеть прошлые жизни, мне стало легко визуализировать, благодаря этому я стала выстраивать кармические причинно-следственные связи и уже даже по одной фразе, иногда по мысли, по эмоции человека я могу эту картину сложить и подсветить, как можно сделать так, чтобы она была гармоничная, да, помочь человеку написать картину мира и, соответственно, её оптимизировать. Мы, Девы, любим всё оптимизировать. Вот здесь я вам текст оставляю, можете сделать скрин, но это всё творчество, понимаете? Творчество, поэтому вы можете своими словами со своим ангелом разговаривать. Даже вот в нашей книге «Он и она», да, где я пишу, четвёртая глава, по-моему, рукопись всегда, QR-код есть, вот, где я пишу молитва моей бабушки, называется «Глава молитвы матери» после бомбёжки, Курская дуга, район, вот, и она читает «Отче наш», но своими словами. И она там говорит «Не избавь нас от лукавого», да, «Не введи нас во искушение и избавь нас от лукавого», а она говорит «Помоги мне, чтобы ненависть к мадьярам аль шляхам не проснулось сердце моё, вот у неё волеизъявление, да, и она говорит «Все они дитя матушки земли», вот, то есть не с детской позицией «Пожалуйста, дайте мне то, пожалуйста, дайте мне это, пожалуйста, не пускайте мне, да, я же попросила, я тебя на сигнализацию поставила, почему мне страшный сон приснился? Потому что люди несовершенны, и ты пока несовершенен человек, и если нам говорят вот очень много в религии, да, там, православной различных молитв, не забывайте, это вам методичку дали, а открывать сердце, быть детём космоса, детём мироздания, вы должны сами, каждый, по готовности, у каждого свой словарный запас, и давайте не забывать, что религии это обрядность, когда вы хотите повенчаться, когда вы хотите покрестить ребёнка, когда у вас масса вопросов, но вы ещё пока не знаете, где взять ответы, так было раньше, сегодня, те, кто активен в православии, Бога ради, но нам даны знания без границ, и в среду мы будем их познавать, из книги Дзиан, и из Евангелия, так, и из Палия толкования Евангелия, отовсюду Коран, православие, правоверные, нет близких или далёких, плохих или хороших, есть люди, которые идут путём своего развития, всё по готовности, поэтому давайте ещё вот последнее вам покажу инфографику, где сидит бабушка, где сидит дедушка, у дедушки, я так понимаю, пульт, он играет во что-то, у бабушки ноутбук, у нас как бы не принято, у нас есть страх смерти, и поэтому старение, натуральное старение в обществе не принято было, так, но, вот я, не знаю, лет, наверное, 15 назад мы были в Тунисе, джакузи, ну, вот на осенние каникулы, кстати, родители, поздравляю вас с осенними каникулами, были в Тунисе, ну, там было тепло, но не жарко, ну, мы на открытом воздухе, были в джакузи, там сидела француженка, бабушка, седая, красивейшая женщина, черты лица, божественные, там, прямой нос, всё, что у нас считается красивым у белых, у неё всё лицо было в морщинку, в мелкую, в мелкую, и я понимаю, что каждая эта морщинка, это именно ситуация, это опыт, это навык, тогда я всего этого не понимала, но, когда первый раз я приехала во Францию, в Париж, это было в 95-м году, увидеть Париж и умереть, вы знаете, что последнее крайнее воплощение у меня во время Второй мировой войны было французское шансонетко, и я увидела там бабушек, вот эти вот шанели, собачки, есть такая поговорка у каждой сучки по сучке, это про Париж, вот, там все засраны были эти тротуары этими собаками, вот в Швейцарии, слава богу, там есть налог на собачек, 50, по-моему, франков в год, пакетики, вот, и пакетики везде висят, и урны где-то все выкидывать, и все ходят с пакетиками, и у нас, я смотрю, в России тоже начали, я очень этому рада, ну, так вот, и я тогда думаю, вот я вот такой, там у них сиреневые волосы розовые, да, потом вот тоже недавно было 80-летием ГИМО, мне посчастливилось, опять же, благодаря моему другу-соратнику, Андрея Волкова, у нас был клиент, Иван Георгиевич, он был, по-моему, деканом ГИМО, и я оформляла его квартиру, сначала ту, в которой он с мамой жил, потом они переехали, купили новую квартиру, еще новую квартиру, мы это все перевозили, красиво делали, естественно, там антикварная мебель, семейная, все, вот, была мама его еще жива, я помню, что с очень такой дворянской статию женщина, если, насколько я понимаю, она работала или в ЮНЕСКО, или в ООН, ну, так как это было много лет назад, около 20, я сейчас не помню, у нее были, вот знаете, как показывают там в фильмах обломов Анны Каренина, у нее были бархатные халаты с подплечниками, очень красивые густые сиреневые волосы, там с бобетой, так у нее было уложено, и вот мне жизнь показывала, посмотри, вот оно благородство, вот он высший аспект бытия, когда человек ходит с прямым позвоночником, к чему я вас призываю, и в занятии октавы тоже мы об этом говорим, кто живет в позвоночнике, кто нам, что там делал, какие энергии, и то, что, кстати, лунное, да, пространство, спорная территория, за нее борются, сегодня я понимаю, что да, почему, Даша, я смотрю на беженцев Донбасса, и наши бабушки, там, да, дедушки, ну, бабушки в основном, очень много было толстых женщин, почему? Потому что были голодные годы, война, травма, и когда я работаю вот со своими подшифными, я так ласково-любовно называю, я всегда говорю, никогда не обижайтесь на своих родителей, во-первых, родители нам дают все, что у них есть, вот все, и еще больше, то, что они умеют, то, что они имеют, но многие из наших родителей не имеют этого, да, моя мама родилась в 38-м году, и ее венгры ставили на ящик и заставляли петь Катюшу, а моя бабушка боялась, что ее расстреляют, но они ей подарили шоколадку, на которой было написано Фьора, цветок, поэтому я взяла этот творческий псевдоним, Фьора де лавита, не только потому, что одна из моих наставниц тоже звалась Фьора Бэмпорат, вот так с нами разговаривает жизнь, заходите в диалог с жизнью и заходите в диалог со своей парой, готовьтесь к тому, что дети вырастут, вылетят из гнезда, чтобы вы не сидели каждый в своем гаджете, брались за руки, шли, гуляли, у меня есть, кстати, фотография, я ее сейчас опубликую, у нас в Мелиде на берегу озера, там красивая очень аллея, я же с фотоаппаратом везде бегала, вот, и там дерево мое любимое, его тоже опубликую вам, я туда ходила, медитировала под ним, под ним я встречала восход, потому что за горой, где я жила, вставало солнце, и Амелиде этот как раз перейти через озеро, мне так посчастливилось случайно, что пешеходный переход как раз был между нашими населенными пунктами, единственной на озере Луганов, вот, и я сфотографировала, западники менее травмированные, чем мы, потому что они нас травмировали, вот, у них старость более благородная, мы когда переехали в Швейцарию, мой друг спросил, он говорит, Толь, обрати внимание, вот видишь, как много пожилых людей, и да, во время пандемии они сгорели как свечечки, потому что ну уже нет соотношения тела душа, ну уже пора уходить туда на отдых, поэтому некоторые вот по высшему аспекту уходили, кто-то из-за того, что, как я вам рассказывала на предыдущих занятиях, душа не видит смысла продолжать вот это вот сказка о потерянном времени, да, кстати, классный мультик, да, как там тоже показывают, как молодежь состарилась, и вот они понимают, что значит сливать время в унитаз, наши 4D, вот, и пока не поздно, пока еще дети с вами, пока еще есть время, станьте он и я опять парой, но станьте ею по-божественному, по высшему аспекту бытия, и тогда ваша жизнь будет счастливая до последних дней, и тогда в следующих занятиях тоже мы будем об этом говорить, как провожать близкого человека, я вот к этому готовлюсь, моей маме 86 лет, сейчас 12 ноября исполнится, да, как купить букет белых роз, положить рядом с человеком, держать его за руку, давать ему свет, а не плакать, да, вот как деткам мы их провожаем вечером в мир астральный, да, так же наших родителей, наших близких провожать, но туда, на радугу, и тогда будет нам всем счастье, поэтому, пожалуйста, не относитесь поверхностно, а что такого, да, давайте переходить на высший аспект, открывать сердечную чакру, и вот моя любимая иконка, изображение, сегодня написала здесь божественный союз, да, иниянь, корни, постремляться туда, к радуге, да, день, ночь, но мы человек, выбираем, что у нас внутри, если у нас внутри всегда солнышко, ни одна сущность вам не приблизится, потому что для нее просто нет смысла, те сущности, которые еще там рядом с вами тусуются, вы тоже можете спросить, не пора ли тебе, друг, у них тоже проходит переаттестация, я уже отправляю тут некоторым, вот, и они говорят, да, нам пора, поблагодарить за опыт, поблагодарить за все вот эти вот ваши спотыкалки, за то, что тоже вы думаете, им приятно вот это вам все организовывать, только через добро, только через свет сердца мы будем счастливы, и не только счастлив ты один человек, быть счастливым в паре, быть счастливым со своими детьми в семье, быть счастливым со своим родом в единении, семья наша планетарная солнечная система и млечный путь мироздания благодарю за внимание до новых встреч в среду будет интересно как раз будем говорить о мироздании до новых лет до новых до новых Продолжение следует...